Недавно я вам рассказывал свою историю с планшетами, как мне на них неудобно играть, и что я чаще всего использовал их для просмотра ютубчика и сериалов. И вот именно с этими задачами сейчас справляется мой бюджетный таблет AGM Pad T1. Стоит он недорого, но зато выглядит не чешно и облачен в металлический корпус. А для меня внешний вид и тактильные ощущения важны. Всем бодрейшего, с вами Flickr и знакомство с этим аппаратом мы начнем конечно же с распаковки. Пришел ко мне данный аппарат с Алиэкспресс вот в такой вот коробке. Она выполнена в желтом цвете, спереди у нас изображен сам планшет, а сбоку на торце указаны все его основные характеристики. Внутри же помимо самого аппарата нам положили чехол-книжку, инструкцию, кабель зарядки и блок питания всего лишь на 10 Вт. К сожалению, и заряжает он планшет от 0 до 100% за 4,5 часа. Это очень много, учитывая, что у него батарея всего лишь идет на 7000 мАч, как пишет сам производитель на сайте Алиэкспресс. Но в AIDA64 там показывается 8000 мАч. И как бы несмотря на все вот эти показатели, то что не такая большая батарея у него, и очень долго заряжает, сам же планшет батарея держит хорошо. У меня он прожил аж 20 часов просмотра различных сериалов на кинопоиске, и я считаю, что это вполне недурно, учитывая, какой здесь установлен чип. Но вернусь к комплектации. Помимо всего вышеперечисленного, здесь еще имеется скрепка. И да, у этого планшета имеется лоток под две сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти, что для кого-то может быть решающим фактором при выборе себе бюджетного планшета. Внешний вид. Как я говорил ранее, планшет у нас полностью из металла, за исключением вот этой вот части, где у нас располагается антенна. Эта часть корпуса выполнена из пластика. На задней части у нас располагается логотип и название бренда. Выше располагается блок камер, но тут всего один модуль идет на 13 мегапикселей, и рядом имеется такая небольшая вспышка. На правом торце находятся кнопки регулировки громкости, и они, знаете, иногда прям нужно нормально так на них нажимать, чтобы громкость убавлялась. Рядом с ними располагается микрофон, на верхнем торце кнопка включения, она без сканера отпечатка пальца, и вот один из минусов, здесь нету никакой разблокировки типа Face ID, Touch ID, только пароль, либо какой-то символ. Также один из важных для кого-то моментов, тут у нас имеется разъем мини-джек. Перехожу к левому торцу, где у нас разместился лоток под сим-карты, либо одну сим-карту и карту памяти. Ну а на нижнем торце располагается два динамика, да, динамики у нас находятся оба вот здесь, вот они звучат, то есть здесь не заглушка какая-то, здесь действительно два динамика, ну и разъем USB Type-C для зарядки и подключения каких-либо девайсов. Поддержка OTG здесь имеется, то есть можно к этому планшету подключить какие-то беспроводные петлички и немного улучшить качество записи звука, ну или голоса вашего, например, во время конференций. Перехожу к дисплею. У него нет никакой пленки с завода, к сожалению. Стекло здесь неизвестно какое, отпечатки собирает очень жадно. В целом же, касаемо дисплея, использовать мне было его комфортно. Здесь, к сожалению, 60 Гц, вот для кого-то это может быть прям все. Стоп-слово, типа 60 Гц, нет, только 120 или 90. Но на самом деле для просмотра вот видосов каких-то сериалов мне этих 60 вообще хватает. Листать рабочие столы, пользоваться какими-то приложениями, да, эти вот 60 Гц прям бросаются в глаза. Хочется либо 90, либо в лучшем случае 120. Но опять же повторюсь, этот планшет стоит 11500 на момент съемки данного видео. Но, возможно, конечно, на Алиэкспрессе закончилась какая-то очередная распродажа и ценник поменялся. Но лучше всегда перейти на Алик и посмотреть актуальный ценник. Касаемо яркости экрана. Для использования в домашних условиях этой яркости будет достаточно. Но вот если выйти куда-то на улицу и попытаться в солнечную погоду им воспользоваться, да, конечно, яркости будет не хватать. Поэтому в солнечную погоду на улице в него, конечно, не позалипаешь. Разрешение же у дисплея составляет 1920 на 1200 пикселей. Размер 10,95 дюйма. И вот тут я хочу вернуться ненадолго к камерам и показать, как они снимают. Как фронталка, так и основной модуль. Итак, пример видеосъемки. 1080-30 кадров. Основную модуль. Как-то вот так вот все выглядит дерганно. Причем я не могу увеличивать картинку. А нет, могу. Итак, а это фронтальная камера 720p, к сожалению, и только 30 кадров. Есть ветер у нас, но я особо многого от нее не ожидаю. На самом деле, пишите в комментариях, как вам. Итак, а это фронталка при дневном освещении, в домашних условиях 720 и 30 кадров. Как-то так все выглядит. Конечно, особо на звезд с неба не хватает. Но как бы для видеозвонков, я думаю, будет понятно и собеседник будет видеть вас. Но, конечно, размытенько, размытенько. А как-то так картинка выглядит на фронталку при включенном софтбоксе, то есть своего рода студийное освещение. Но все же я вижу запоздание какое-то в картинке. И слегка она такая размытая и нечеткая. К сожалению. Но дополнительное освещение, оно придает четкости именно изображению. Но все равно, если я начинаю видеть и быстро двигаться, все просто в размывку уходит. В целом, качество изображения пойдет нам. На него не шедевры снимать или фотографировать. Поэтому тут я перехожу к однокристальной системе. Сердцем данного аппарата является чип от Unisoc T606, который производится по 12-нанометровому техпроцессу. Да, это прям много. В наше время сейчас уже 6-4. Даже в бюджетных чипах делают. Тут же чип довольно слабый. Но как бы для своих задач это потребление, так скажем, контента. Может быть, прочтение каких-либо книг, серфинг по интернету, прослушивание музыки в наушниках, потому что здесь у динамиков басов особо нету. Больше середка и верха. И вот вам такой небольшой звуковой тест. Вся правда о PlayStation 5 Pro. О консоли, которая умеет запускать 8К игры. Да, та самая мемная надпись с коробки. Теперь получается и не мем вовсе. По моим же личным ощущениям, здесь нет низких частот. Есть только средние и высокие частоты. Для просмотра каких-либо сериалов, фильмов этого будет достаточно. Прослушивание музыки? Ну, такое себе. Лучше подключить какие-нибудь проводные наушники, либо обычные ТВСки. Перейду к игровой производительности. Несмотря на чип Unisoc T606 и всего 4 гигабайта оперативки, я все-таки помучаю его в играх. В первую очередь я запустил Asphalt Legends Unite. Выставил 60 FPS и высокое качество графики. Играть практически невозможно. Постоянные залипания, жесткие просадки, плавности нет. В 30 FPS и стандартной графике еще немного становится лучше, но все-таки тоже не ахти. Правда, я заметил, что идет как будто бы немного лучше, чем на смартфонах с Helio G85. Далее я запустил хорошо оптимизированную королевскую битву Bloodstrike. И хоть я тут все выставил на максималку, к картинке тут есть все-таки вопросы. Вода тут, к примеру, выглядит как просто темные лужи, без какой-либо текстуры. Но к плавности геймплея у меня нареканий нет, учитывая опять же чип. Каких-либо артефактов в изображении я не видел. 60 FPS, да, не прослеживаются спустя 15 минут игры, но счетчик стоит на 59. В целом, играть можно. Нагрева же нет. Следующим проектом я запустил Zombie State. Графон тут доступен только низкий, и никаких намеков на 60 кадров, хотя их можно включить. Разматывать зомбаков в этом шутере можно. Лесенки я замечал практически во всех играх. И напоследок я запустил Cyberic. 60 FPS тут нет, но играбельно. Картинка в целом не такая лестничная, как, например, в том же асфальте или в Zombie State. Незначительные подтупливания были. Картинка в целом выглядит неплохо. Разрешение соответствует тому, что у планшета. Ну, может быть не прям 1080, а где-то там 900 пи. Какими-то требовательными играми я решил его не мучить. Разве что попробовал немного поиграть в Oncay Star Rail. Все выставил на низкие, 30 кадров. Да, конечно, все равно не так удобно играть. Перемещение в обычном режиме просто боль. А вот в самих битвах еще как-то можно там справиться с противниками. Отсюда можно легко сделать вывод, что данный планшет не заточен под какие-либо требовательные игры, да и вообще в целом под игры. Какие-то простенькие проекты тут можно запустить, типа Brawl Stars'а или той же Cyberiki, или хорошо оптимизированного Bloodstrike'а. И тут я перейду к плюсам и минусам. Среди плюсов я отметил внешний вид, дизайн, металлический корпус, возможность расширить память, а также вставить сим-карту и звонить. Далее тут нет никаких предустановленных приложений, которые нужно потом удалять, а некоторые вообще не удаляются. Плюс производитель положил в комплект чехол-книжку, касаемо же заряда его мне на целый день хватало. Ну а среди минусов это, конечно же, медленная зарядка, 4,5 часа это прям очень долго. Далее это частота обновления экрана всего 60 Гц, хотелось бы, конечно, 90, но вот на самом деле я бы, наверное, даже не смотрел, есть там 90 или 120 Гц, учитывая, опять же, что этот планшет я брал чисто для просмотра мультимедиа, во время там завтрака какого-то или обеда, ну и так иногда новости почитать. Далее в минусы я запишу звук динамиков, а именно их качество и громкость. Некоторые фильмы, у них звуковая дорожка довольно-таки тихо идет, и здесь ты прибавляешь на полную, и все равно плохо слышишь, что там говорят, особенно если ты, например, находишься в комнате не один, и у тебя есть какие-то там посторонние шумы, то есть там, я не знаю, стиральная машинка работает, котел там какой-то звук издает. Конечно, громкости хочется побольше, и низких частот не хватает. Но если звуковая дорожка в фильме громкая, то здесь как бы претензий у меня нет. Тут только претензии больше к низким частотам, точнее к их отсутствию. Но еще одним минусом для любителей поиграть на бюджетных планшетах, это будет, конечно же, его чип Unisoc T606. Эта однокристальная система заточена в основном только под мультимедиа и под какие-то казуальные проекты, вот где прям ни графики, ни картинки, ничего. В них на нем можно поиграть. Что ж, народ, на этом я, пожалуй, завершу данный обзор и мой опыт использования планшета AGM Pad T1. Если он был вам полезен, интересен и, может, поднял настроение, влупите этому ролику большой палец вверх. А на этом у меня, пожалуй, все. Не забывайте подписываться на мои другие соцсети, на мои дубли каналов. Ну а если вам интересны гаджеты, обзоры техники, я создал свой отдельно техноканал, где делюсь своим опытом использования тех девайсов, которые у меня прям на постоянке. На этом у меня все. С вами был по-прежнему Flickr, не только мобильный геймер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok